Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск событий и все самые интересные новости за прошедшую неделю. Физика на службе обществу. Самарские ученые разработали приборы, которые способны заглянуть под кожу человека и даже рассмотреть атом. Во всех подробностях. Эти и многие другие инновационные проекты представили на конкурсе конференции в Самаре. Что такое спиральные пучки света и как фотоны могут помочь медикам, узнала Марина Кравцова. Увидеть, что происходит в мире атомов и наночастиц, теперь можно своими глазами. Установка, разработанная молодыми самарскими учеными, сверхчувствительный микроскоп. В основе технологии лазерный луч и спиральные световые пучки. За счет их воздействия объект удается разглядеть во всех ракурсах. Картинка поворачивается, когда приближается или отдаляется объектив. Такой микроскоп пригодится и для развития нанотехнологий и в медицине. Это исследование наноструктур, каких-то дефектов. То есть мы подсветили, посмотрели, ага, тут у нас трещинка. Это возможность работы с биообъектами. То есть мы проходим в материю все глубже. Мы можем открыть для биологии, для медицины, узнать, как работает человеческий мозг. Свои разработки в области физики, оптики и лазерных технологий представили более 70 ученых из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Красноярска на 13-й молодежной конференции. Среди проектов есть исключительно научные и практические. Фотоника, лазерная физика, квантовая электроника – это одна из самых востребованных отраслей, потому что свет он повсюду. 90% информации человек получает из света, а сейчас, конечно, и лазерные, и плазменные технологии, они вот на службе промышленности, медицины. Исследования мирового уровня проводит магистр из Саратова. Вадим Генин занимается биофотоникой, стремится к открытию, которая может стать прорывом в медицине. Я исследую просветление биотканей, конкретно я занимаюсь кожей. Чтобы человека не резать, если нужна какая-то операция, нужно заглянуть под кожу ему, какая-то может быть опухоль подкожная. Вместо того, чтобы резать, можно просветлить кожу, посмотреть, что там. Пока эксперименты идут только в лабораторных условиях. Три дня молодые ученые будут делиться своими открытиями и разработками. Лучшие проекты опубликуют в ведущих научных журналах. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. Ровно неделю назад в Самаре прошел парад памяти. В 1941 в Куйбышеве прошел смотр войск, который во многом определил дальнейший ход Великой Отечественной войны. В наши дни уже в Самаре состоялся смотр войск, в котором приняли участие 5000 человек из разных регионов. К современному параду памяти готовились долго. Всю последнюю неделю шли репетиции. Он стал пятым по счету, и в этом году торжество решили посвятить героям Отечества. О том, как прошел праздничный день, расскажут наши корреспонденты. Поезд Победы во главе с легендарным паровозом Лебедянка прибывает на станцию к началу парада. Пассажиры-ветераны Самары в приподнятом настроении. Сделали победу, дали жить остальным людям, хотя много полегло в годы войны. Поэтому нужно и нам вспомнить это и отдавать. На площади для ветеранов самые почетные места. В 41-м году на этих трибунах размещался эвакуированный из Москвы дипломатический корпус. Сегодня самые почетные гости. Многие из них своими глазами видели войну. На первой линии обороны что происходит? Там остается немного бойцов. Основная масса бойцов у нас уходит на вторую линию обороны. Последний инструктаж перед боем. Участники реконструкции битвы за Москву. Актеры готовятся к выступлению. Начинается их атака. Вы отстреливаетесь. Кто-то начинает уже отступать. Тут на помощь вам приходит ополчение. Официальная часть начинается с возложения цветов. А на площади уже выстроены парадные расчеты. Нынешний парад уже пятый по счету приурочен к 70-летию Великой Победы. Посвящен героям Отечества. Перед началом торжественного прохождения поздравительное слово губернатора. В далеком 41-м году этот легендарный парад продемонстрировал всему миру единство, стойкость и мужество нашего народа перед лицом тяжелейших испытаний. Он показал готовность нашей армии дать достойный отпор фашистским полчищам и укрепил веру советских людей в победу. Первыми по площади проходят парадные расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. Точно так же, как и в 41-м, бойцы Красной Армии шли на передовую. Сразу за ними историческая техника клуба. Они сражались за Родину. В одной из машин народный артист СССР Василий Лановой. Сегодня он в образе героя фильма «Офицера Ивана Варравы». Эксклюзивные кадры, что называется, с места событий сделал оператор телеканала «Самара ГИС». И вот впервые на мероприятии такого масштаба самые почетные гости. Целый полк героев Отечества. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых и трудовых заданий. В этом полку те, кто в разные годы был награжден золотой звездой героя. 18 человек приехали из других городов России и больше тысячи фотографий. Вслед за Геройским полком по площади проходят парадные расчеты действующих военнослужащих, силовых ведомств, воспитанников кадетских корпусов. И, наконец, старт марш-броска из Самары в Воронеж. Это еще один город, где в осенье 41-го года состоялся исторический парад. И вот самая трогательная часть – реконструкция битва за Москву. Оборонительный этап сменяется наступлением и полным разгромом немецких захватчиков. «Это наши предки, те люди, которые профессионально выполнили свой долг, не жалея самого главного – своей жизни. Что может быть лучше? А лучше может быть только одно, если потомки будут помнить». Олег Зверев, Алина Чемерес, Станислав Левин, Максим Гусев и Константин Головин события. В годы войны Куйбышев был запасной столицей. В город были эвакуированы заводы и посольства других стран. И бушевали настоящие шпионские войны. В них участвовали такие акулы войны теней, что киношный Джеймс Бонд по сравнению с ними – всего лишь золотая рыбка. Свой след в истории Самары оставил величайший тайный агент всех времен – знаменитый Рудольф Абель, он же Вильям Фишер, он же Марк, он же Эмиль Гольфус. Секретные материалы изучала Лариса Шлафаст. «Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить». На этих кадрах из предисловия к фильму «Мертвый сезон» мастер нелегальной разведки Вильям Генрихович Фишер. Но весь мир узнал и запомнил его под именем Рудольф Абель. Загадочный турист с множеством имен и пачкой паспортов в кармане. Страстный радиолюбитель, интеллигент и эрудит. Информация о нем долгие годы хранилась под грифом «Секретно». В 1947 году Фишера в качестве нелегального агента отправляют работать в США. Одной из основных его задач был сбор информации об атомном оружии. Мало кто знает, что за несколько лет до этих событий Фишер жил и работал в Куйбышеве. В Куйбышев семья Фишера переехала в 41-м, когда в Москве шла массовая эвакуация. Поселились здесь, в доме номер 8 на улице Молодогвардейская. Тогда она называлась «Кооперативная». В запасной столице разведчик пробудет меньше года, но за это время успешно выполнит несколько заданий. Историю пребывания Абеля Фишера в Куйбышеве изучил полковник в отставке хранитель Музея истории ФСБ Сергей Георгиевич Хумарьян. Разведчику Абелю в музее посвящен отдельный стенд. Здесь представлены и другие редкие экспонаты, оружие, документы. Вот такими передатчиками пользовались шпионы в 40-е годы. Тогда, чтобы дезинформировать врага, применялись так называемые радиоигры, в том числе при участии Абеля. Одна из самых знаменитых операций «Березино» проведена им уже в Белоруссии. «Березино, она имела стратегическое значение, проводилась в Белоруссии, где имитировалось, что в белорусских крестах застряла большая группа немецких солдат и офицеров, что надо их спасать. И немцы кинулись их спасать, посылали туда свою агентуру, посылали продовольствие, помощь, а мы их благополучно, так сказать, ловили». Имя советского разведчика Рудольфа Абеля весь мир узнал в 1957-м, когда в США его арестовало ФБР. Приговор – 30 лет заключения. Но в 1962-м Фишер возвращается на родину. Его обменяли на американского летчика-шпиона. Несмотря на арест, в историю Абель вошел как гений нелегальной разведки. В память о нем в Самаре планируют установить мемориальную табличку. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. И еще о шпионах. Точнее, об их гаджетах. Реальных и вымышленных. В 1965-м на экраны вышел фильм «Шаровая молния», в самом начале которого Джеймс Бонд использует реактивный ранец, чтобы сбежать. Тогда это казалось фантастикой, хотя агент пролетел всего несколько десятков метров. А сейчас это реальность. Да и ранец позволяет подниматься в небо на 10 километров. Устройство разработали студенты Аэрокосмического университета. Проект занял первое место на чемпионате мировых профессиональных навыков WorldSkills High Tech. Когда же человек сможет свободно летать над землей, выясняла Валерия Макарова. Стартап буквально с нуля. Три дня на работу. Конечная цель – реактивный летающий ранец. За победу боролись три российских вуза. В такие условия попали конструкторы Аэрокосмического университета на конкурсе WorldSkills High Tech. Мы работали, спали, вставали, опять работали, спали, вставали. Причем работа шла по всем фронтам. Мы получали конструкцию, тут же отдавали ее технологам. Технологи тут же начинали изготавливать оснастку, писать технологию. По задумке на этих железных крыльях человек сможет летать со скоростью 250 километров в час. Рабочие модели похожих ранцев уже существуют за рубежом. Правда, стоят раза в три дороже, чем вариант предложенной команды из ГАУ. Его цена – 5,5 на миллионов рублей. Все материалы российские. Студенты подробно описали конструкцию, спланировали поэтапную технологию производства и сделали экономическую оценку. Реактивный ранец может заинтересовать экстренные службы, военных и любителей адреналина. Высота его полета – 10 километров над землей, но безопасность человека под контролем. Есть система жизнеобеспечения. Это специальный костюм, плюс кислородная система, которая позволяет ему дышать на такой высоте. И система парашютирования, которая позволяет ему безопасно приземлиться на землю. Фактически, это готовый проект для стартапа. Продуманы многие детали. Теперь авторы решают другой вопрос. Какую практическую пользу может принести их изобретение? Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Как победить осеннюю хандру? Ответ знают самарские любители автогонок. В регионе прошел завершающий этап чемпионата «Самарский рубеж». Увлечение не щадит машины ни в жару, ни в дождь. И я не устаю убеждаться в том, что один круг на гоночной трассе – это целая жизнь. Дождь и слякоть – не помеха. Самарские любители гонок собрались на финальный этап открытого чемпионата Самарской области по ралли-рейдам «Самарский рубеж». Заезды прошли на поле около села Малая Каменка в Красноярском районе. Традиционно гонщиков поделили на два класса – рейд и спорт. В первом классе участвуют обычные автомобили, которые каждый день ездят по самарским дорогам. Класс «спорт» для специально подготовленных машин с каркасом безопасности. Протяженность одного круга – 29 километров. Задача каждого экипажа – проехать за четыре часа как можно больше кругов. Интрига последнего этапа в системе подсчета очков и лидером мог стать тот, кому до сих пор не везло. Первый старт был дан в 10.30. Экипажи уходили в гонку друг за другом с интервалом в одну минуту. Казалось бы, ничего сложного в такой гонке нет. На деле же надо не только обладать особенными навыками вождения, но и уметь ориентироваться на местности, рассчитывать время и правильную траекторию прохождения поворотов. К тому же надо учитывать погодные условия и состояние трассы. Из-за дождей она превратилась в месиво, которое притормозило многих участников. Не говоря уж о том, что на финише определить родной цвет машин было практически невозможно. Да и к финишу добрались не все. Некоторым участникам, застрявшим в грязи, заблудившимся или остановившимся из-за неисправностей, понадобилась помощь организаторов. Но, несмотря на сложность и непредсказуемость трассы, участники остались довольны. Любой результат – это хорошо. Один круг проехали – уже отлично. За четыре часа один круг – это нормально. В следующий раз участники соберутся уже весной. Обычно первый этап ралли-рейда «Самарский рубеж» стартует в первых числах мая. Андрей Трой, Алексей Душкин, Валентина Уржумова. События. Искусство подземелья. Необычная передвижная выставка начала работать в Самарском метрополитене. Пассажиры теперь могут рассмотреть старинные дома исторического центра города. За подробностями под землю спустилась Мариана Мирная. Украшения в виде С-образных знаков имеют глубокие исторические корни и встречаются в славянской культуре. Чаще всего они обозначали змей. Такую интересную информацию о доме на Вилоновской 69 могут узнать даже те, кто никогда там не бывал. И всю жизнь живут на станции метро Юнградов. Завитки, круги и ромбы. Два века назад Самара была действительно резная. В небольшом тогда городке каждый второй дом был предметом искусства. Сейчас старинных зданий совсем мало. Большинство из них – памятники архитектуры. Познакомиться с ними можно теперь и в метро. Пассажиры оценили культурно-образовательные поездки. Я узнала эти дома, потому что мимо проходила и обращала на них внимание. И мне понравилось вот это. Я сейчас вот смотрю вот тут, рассматриваю украшения пяти образных знаков. Мне очень понравилось. Я думаю, что серые будете как раз разбавят вот это. Мне очень нравится то, что это. Вот что-то неординарное. Почаще поменяли вообще. Достаточно интересно, потому что смотришь, оккультуриваешься. В музей и на выставки ходит не каждый. Поэтому вагон метро – отличный способ нести культуру в массы, уверены работники метрополитена. Мы всегда за, за все красиво и прекрасно, чтобы нас, пассажиры, проводили время не только безопасно и комфортно, добираясь с пункта А в пункт В, но еще и любуюсь на что-нибудь прекрасное. В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде пошли дальше. Там в вагонах метро проходят концерты живой музыки. Возможно, скоро подземные перформансы увидят и самарцы. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Театр превратился в порт, сцена в корабль, а зрители стали пассажирами. Романтическую и смелую историю задумал и воплотил актер Самарского драматического театра Денис Евневич. Два года актер вынашивал идею моноспектакля, и вот генеральный прогон для друзей. Мариана Мирная стала одним из первых зрителей. За минуту до выхода на сцену последние приготовления. Радиомикрофон, шляпа, готов. Моноспектакль – большая трудоемкая работа, где на одном актере лежит вся ответственность. В помощь идет все – костюм, декорация и, конечно, музыка. Я от этой музыки схожу просто с ума. Она меня настолько заводит, что я сейчас уже начинаю настолько в ней растворяться, даже с текстом, что немножко теряю темпо-ритм определенный. Сейчас пытаюсь это убрать. Музыка обалденная. Музыка, я уверен, что и спектакль, и музыка, в частности, никого не оставит равнодушным, потому что она очень трогательная, она очень красивая. Январь 1927-го. У нас уже есть музыкант, и сказал мне, какой-то тип из компании. Знаю, ответил я, и начал играть. Новиченто – это история о пианисте, который прожил жизнь на корабле, ни разу не сойдя на сушу. Он был велик, но большой мир так и не узнал о его величии. Сегодня это не сцена драматического театра. Это корабль, на котором родился, вырос и стал легендой. Великий пианист. Его жизнь, его история в полуторачасовом проекте Дениса Евневича «Новиченто». Смелый и амбициозный спектакль «Задумка актера» нашла отклик у многих, кто не работает в Самарском драматическом. К проекту, который запал в душу, присоединились друзья. Живой оркестр – это такая роскошь, которую мы не можем использовать каждый раз. Это такая тяжелая артиллерия, которую мы используем в тех случаях, где она, правда, нужна. И здесь он есть. Большая сцена, широкий размах и личная история. Авторы и создатели, конечно, мечтают, что спектакль будет иметь долгую и успешную жизнь. Как будет, на самом деле покажет время. Премьера состоится 16 ноября. Мы играли музыку, а он творил нечто минуле. Этого не существовало до того, как он сыграл. Эта неделя ознаменовалась одним из самых зловещих дней в календаре. Пятница 13-е, вообще-то, вполне рядовой день, но в наше время он стал едва ли не предметом культа. Суеверные его боятся настолько, что врачам пришлось придумывать новый медицинский термин. Но большинство к этому празднику относятся с юмором. Стоит ли верить приметам, и действительно ли пятница 13-е черная? Ответ искала Марьяна Мирная. Я родилась 13 ноября. У меня живет прекрасная черная кошка, с которой мы счастливо живем вместе уже много лет. Развеивать предрассудки актриса театра «Самарская площадь» Анастасия Карпинская начала с детства. Дальше больше. Абсолютно черная кошка Кира перебегает дорогу несколько раз в день. И ничего, несчастья и к счастью не было. Да и 13-е число приносит девушке удачу. Поскольку я родилась 13-го числа, то я, наоборот, ближе ко всем этим потусторонним связям, в которые я, как артистка, не могу не верить. И, наоборот, мне кажется, что вот эти силы мне помогают. История «Черной пятницы» берет начало в нескольких источниках. По одной версии, день несчастливый, потому что 13-м гостем «Тайной вечери» был Иуда. По другой, Ева предложила Адаму съесть яблоко именно в пятницу 13-го. Также начался Великий потоп. Из нумерологии число не удалили. А вот в самолетах, например, нет 13-го ряда. Во многих больницах не существует 13-й палаты. Как оказалось, в нашем городе довольно сложно найти жилой дом под номером 13. Наша съемочная группа объехала практически всю центральную часть Самары. И нашли мы такой дом только на улице Гагарина. Все остальные строения под номером 13 либо отсутствуют как явление, либо это административные здания. Самарцы не самый суеверный народ. Ни «Черную пятницу», ни «Женщину с пустым ведром» не напугались. Да и вообще плохие приметы считают пережитком прошлого. Нет, это мне ни о чем не говорит. Даже у меня счастливое число 13-е. У меня внучка 13-й родилась. Но есть и те, кто из дома сегодня вышел с содроганием. Уверены, пятница 13-я принесет неприятности. Я верю, что этот день отличается чем-то странным. Боюсь, что сегодня произойдет что-нибудь опасное. За многие века пятница 13-я зарекомендовала себя не с лучшей стороны. И вроде бы никаких научных обоснований бояться этого дня не существует, но все же не стоит забывать, что дыма без огня не бывает. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова